Видео уроки фотошопа Вот и нам с вами понадобится несколько изображений Первая фотография вы видите у меня сейчас на экране Это изображение вот такой вот улицы и стоящая машина такси Второе изображение это собственно наша модель И третья фотография выглядит вот таким вот образом В дальнейшем вы поймете для чего мы будем ее использовать Итак, давайте начнем Я удалю все слои, которые у меня здесь есть И с самого начала вам покажу как создавалась эта композиция Итак, самым первым шагом нам с вами необходимо подготовить фон Перед тем как мы вставим уже на него модель И я хочу создать глубину резкости на нашей фотографии Давайте для этого мы продублируем наш основной слой Нажимаем комбинацию Ctrl-J на клавиатуре И далее мы с вами переходим в пункт фильтр Выбираем здесь размытие Размытие при малой глубине резкости У нас с вами загружается окошечко данного фильтра Здесь мы сразу же устанавливаем галочку просмотр Если у вас она не стоит обязательно включите Форму диафрагмы поставим в шестиугольник И радиус выставим примерно 15% Можете поставить побольше если хотите посильнее размыть Но я думаю в данном случае будет достаточно 15% Все остальные настройки мы не меняем Оставляем так как есть Нажимаем здесь клавишу ОК И добавляем к этому слою маску Щелкаем вот сюда Теперь выбираем инструмент Градиент на палитре Убедитесь чтобы градиент у вас был от белого к черному Обязательно нажимаем клавишу ОК И вот таким вот образом в нижней части нашей фотографии Заливаем маску градиентом Нам надо с вами сделать так чтобы передняя часть асфальта у нас находилась в фокусе А задняя часть у нас уже нашей фотографии размылась Поэтому вот таким вот образом мы данную область заливаем градиентом Можно даже еще чуть-чуть посильнее Примерно отсюда Вот примерно так как видите у нас задняя часть оказывается размытой А передняя часть там где у нас будет стоять модель оказывается в фокусе Это как раз то что нам с вами и необходимо Следующим шагом давайте создадим корректирующий слой Цветовой тон насыщенность И немножечко понизим насыщенность нашего фона Чтобы у нас акцент был в первую очередь на модели А не на заднем плане Понижаем насыщенность нашей фотографии примерно до значения минус 25 Вот примерно так Закрываем данный корректирующий слой Смотрим до и после Вот так смотрится получше И также давайте немного настроим контраст Для этого создаем корректирующий слой уровней Перетаскиваем черный ползунок чуть-чуть вправо Примерно до значения в 10 Чтобы у нас наша фотография была чуть-чуть поконтрастней Вот примерно так смотрим до и после Как вы видите что у нас изменилось Ну и теперь пришло время добавить в нашу композицию модель Давайте откроем вторую фотографию Скопируем ее Ctrl-A, Ctrl-C нажимаем И вернемся в нашу композицию Нажимаем Ctrl-V Чтобы вставить ее Уменьшаем размер нашей фотографии Зажатой клавишей Shift это делаем Чтобы у нас пропорции не искажались Можно понизить прозрачность этого слоя Чтобы нам было лучше видно Как модель вписывается на новый фон Чуть-чуть давайте опустим этот слой Примерно вот здесь ее можно расположить Нажимаем клавишу Enter Давайте чуть-чуть приблизим изображение И вернем прозрачность на 100% Теперь начинаем отделять модель от фона Для этого давайте добавим маску к верхнему слою Щелкаем вот здесь И у нас появляется рядом с нашей фотографией масочка Теперь нам необходимо при помощи черной кисточки Проработать контур нашей модели В принципе вы можете использовать на данном этапе инструмент выделения Просто обрисовать контуром модель Или же воспользоваться как я кистью И с ее помощью просто стереть ненужный фон Как вам удобно Итак, я ставлю прозрачность 100% Жесткость нужно чуть-чуть увеличить Чтобы не было нежелательного размытия на границах Давайте поставим где-нибудь 80% И размер уменьшим Чтобы нам с вами было удобно работать При помощи черной кисти Начинаем вот таким вот образом избавляться от фона Аккуратно прорабатываем контуры Так как я работаю с планшетом Мне довольно удобно использовать этот метод Как я уже говорил В принципе если вы выделяете мышкой То возможно вам будет удобнее Использовать перо Либо какой-то другой инструмент выделения Итак, я закончил удалять фон Вот что у меня получилось Как вы видите Могу сейчас включить вам масочку Чтобы вы посмотрели как она выглядит Итак, как видите Вот все что я здесь обрисовал И вот так вот у нас Выглядела фотография до И вот что получилось При отделении модели от фона Будьте аккуратны И не забудьте удалить участок Вот здесь вот Около локтя И около ручки на пакете Чтобы ваша фотография смотрелась реалистично Да Ну что ж Теперь двигаемся дальше Нам с вами необходимо Добавить тень На асфальт вот модели Для этого мы будем использовать Оригинальную тень Со студийной фотографии Давайте поэтому продублируем Слой с моделью Нажимаем комбинацию Ctrl G на клавиатуре Так Переходим вниз Маску здесь можно Залить полностью белым цветом Давайте это сделаем Выбираем маску Выбираем белый цвет на палитре И нажимаем Alt D И давайте режим наложения Поставим на умножение Как видите у нас получается Естественная тень на нашем снимке Давайте сделаем ее более контрастной Переходим в пункт Изображение Коррекция уровней И перетаскиваем Этот ползуночек Черный к центру Вот примерно таким образом Нажимаем клавишу ОК Так Теперь заливаем эту маску Полностью черным цветом Выбираем черный цвет на палитре Нажимаем Alt D Берем инструмент кисть Прозрачность давайте поставим Где нибудь 30% Нажим 50% И обязательно поставим мягкую кисточку Размер берем побольше Примерно такой И цвет ставим белый И начинаем вот такими вот движениями Добавлять тень Под нашу модель Примерно так Также здесь Около ног делаем тень погуще А на краях можно ее чуть-чуть ослабить Если кажется тень слишком сильной То можно прозрачность данного слоя понизить Примерно до 85% Вот примерно так Как видите до и после И можно чуть-чуть стереть тень вот там вот На заднем плане Примерно так Давайте приблизим изображение И вот здесь вот На туфлях у нас есть не очень ровные границы Перейдем на верхний слой Возьмем жесткую кисточку здесь И аккуратненько Вот эти участки подредактируем Где у нас Заметен Черный фон Вот так вот его прорабатываем Также здесь С другой стороны Избавляемся от этого участка Вот так И смотрим на другой ноге Тоже здесь самое можно сделать Эту область Проработать вот так Посмотрим на весь экран До и после Отлично Как видите мы с вами добавили тень И также нам с вами необходимо Добавить отражение Так как модель у нас стоит На влажном асфальте И в принципе должно быть Отражение на нем Для этого мы также будем использовать Этот же слой с моделью Дублируем его Нажимаем комбинацию Ctrl J Нажимаем комбинацию Ctrl T на клавиатуре Чтобы перейти в режим Свободного трансформирования И щелкаем правую клавишу И выбираем здесь Отразить по вертикали Вот таким вот образом Отражаем нашу фотографию И помещаем Данный слой Примерно так Нажимаем клавишу Enter Данный слой помещаем Вот сюда вот Вниз То есть он у нас должен Лежать между Оригинальным слоем И слоем с тенью Примерно так Режим наложения Поставим либо Мягкий свет Либо перекрытие В данном случае Мне кажется Лучше всего подает Мягкий свет Далее нам с вами Необходимо преобразовать Этот слой в смарт-объект Щелкаем правой клавишей По нему И выбираем здесь Преобразовать в смарт-объект Теперь добавляем Уже к смарт-объекту Маску Щелкаем сюда Выбираем инструмент Градиент Стиль у которого Будет линейный От белого к черному И вот таким вот образом Заливаем Данную область Градиентом Можно Чуть-чуть Пониже Вот примерно так Понижаем Прозрачность Этого слоя Примерно До 80% Вот так вот Можно чуть-чуть Его Подвинуть вверх Этот слой Думаю Как-нибудь Вот так И как видите У нас с вами Получилось Такое вот Реалистичное Отражение На асфальте Теперь давайте Займемся кожей модели Нам с вами Необходимо Ее разгладить Сделаем это При помощи Фильтра Масляная краска В комплексе С фильтром Размытия По поверхности Давайте Продублируем Наш верхний слой Нажимаем Комбинацию Ctrl-G На клавиатуре И применяем Данный слой Только К нашей модели Зажимаем Клавишу Alt И щелкаем На границу Между слоями Вот здесь Теперь идем В пункт Фильтр Выбираем Масляная краска Чтобы не было Некрасивых разводов Уменьшаем Блеск До нуля И смотрим На кожу модели Не смотрим На детали Нам важно Чтобы Только кожа Стала ровной И как можно Более гладкой Вот у меня В данном случае Стилизация стоит на 4 Частота примерно 2 У меня данный результат Устраивает Я нажимаю Клавишу ОК Так И так же Давайте еще Дополнительно Размоем Данный слой По поверхности Ну примерно На 10 И за гелью Тоже поставим 10 Нажимаем Клавишу ОК Маску полностью Заливаем Черным цветом Альдел Приближаем Изображение Берем в руки Кисточку Прозрачность Пускай у нас Так и останется 30% Кисть у нас Будет мягкой И размер Убираем такой Чтобы нам С вами было Удобно работать Начинаем Прорабатывать Участки Где у нас Кожа модели Вот примерно так Добавляем Мазочки Где необходимо Добавляем Побольше Мазочков Старайтесь Не залезать На детали Такие как Глаза Губы Иначе Можно их Замылить Аккуратно Работаем Вокруг Примерно Так Смотрим На результат Что у нас Меняется Как видите До и после Также Проработаем Шею Модели Идем Дальше Теперь руки Здесь можно Не бояться И вот так вот Большой кисточкой Замазать Эту область Теперь Переходим На кисть Также Ее Проработаем Также Здесь Пальцы Не забываем И Переходим Теперь На ноги Также Можно взять Размер Побольше И вот Так вот Эту область Заштриховать Так И здесь Аккуратней На участках Где у нас Рядом Туфли Старайтесь На них Не залазить Давайте Посмотрим Что получилось До и после Отлично Следующим шагом Нам с вами необходимо Прорисовать Светотеневой рисунок На фотографии Для этого Мы будем использовать Два корректирующих Слоя Кривые Выбираем Выбираем Сначала Один Поднимаем Вот таким Вот образом Кривую Вверх Заливаем Маску Черным Цветом Нажимаем Alt Del И применяем Этот слой Также Только к Слою С моделью Зажимаем Alt И щелкаем На границу Между слоями И теперь Добавляем Следующий Корректирующий Слой Кривые На этот раз Кривую Выгибаем Вниз Вот таким Вот образом Также Применяем Кривую Только к Модели Начнем С того Что Набросаем Общие Светлые Темные Области На нашей Фотографии Для этого Возьмем Кисточку Нажим Давайте Поставим Где-нибудь 30% Прозрачность Тоже У нас Будет 30% И Размер Для кисти Выберем Чуть Побольше Во-первых Давайте Осветлим Немного Лицо Делаем Мазок На лице У модели Берем Белую Кисть И Осветляем Лицо Теперь Блики На ногах Проходимся Здесь Также Здесь Они у нас Как видите Есть С этой Стороны До И после Участок Вот здесь Вот Около Локтя На руке Высветляем Область Волосы Примерно Так И То же Самое Теперь Делаем На Следующем Слое Только Будем Прорабатывать Уже Тени Также Проходимся Сначала На ногах Добавляем Дополнительную Тень Здесь Здесь Теперь Затемняем Нижнюю часть У туфлей Тени Здесь На шортах На руке Давайте Теперь Изображение Увеличим И Проработаем Более мелкие Детали Прозрачность Чуть Уменьшим Где нибудь Поставим 20 И Нажим Также Поставим На 20 Проработаем Тени На лице Сначала Проходимся По контуру Головы Вот Таким Вот Образом Чтобы Добавить Дополнительный Объем Здесь Затемняем Скулу Переносицу Вот Здесь Участок Под носом Губы Так И Шею Немножко Теперь Перейдем На нижний Слой И дорисуем Вот здесь Блик На Губе Также Высветляем Переносицу Таким Образом И Лоб Аккуратненько Вот таким Образом Так И Здесь Переходим Теперь На Одежду Здесь Можно Взять Нажим Побольше Давайте Поставим 50 И Прозрачность Где нибудь 40 Так Усветляем Здесь Участки Так Блик Здесь Теперь Переходим Ниже Также Здесь Можно Высветлить Украшения Немножко И Переходим Теперь На Шорты Также Усветляем Здесь Складки Где Необходимо Так Давайте Посмотрим На Результат Что у нас Изменилось Так До И После Как Вы Видите Теперь Давайте Займемся Тенями Переходим На Верхний Слой И Давайте Чуть Нажим Уменьшим Примерно До Тридцати Потому Что Тени У нас Ложатся Более Грубо Аккуратненько Начинаем Теперь Работать С тенями Так Аккуратненько Поднимаемся На Рукав Также Можно Проработать Тени На Руки Пока На На Руки Аккуратненько Вот Так Давайте Посмотрим Теперь Во Весь Экран До И После Как Видите Смотрится Очень Неплохо Ну И Нам С Вами Осталось Проработать Волосы И Пакеты Давайте Займемся Волосами Переходим На Нижний Слой Выбираем Опять Кисточку И Начинаем Высветлять Блики Вот Таким Вот Образом Можно Нажим Вообще Поставить Здесь На 100% И Проработать Края Там Где У Нас Освещение На Заднем Плане Как Видите Потому Что На Данном Участке У Нас Волосы Должны Быть Максимально Осветлены Ну И Оставшиеся Участки Также Доделываем И Теперь Прорабатываем Уже Тени Так Также Можно Немножко Осветить Глаза Переходим Опять На Нижний Слой И Делаем Глаза Чуть Чуть Поярче Смотрим Во весь Экран До И После Также Давайте Высветлим Пакеты Немножко Высветляем Вот эту Область На Красном Пакете Немножечко Высветляем Этот Пакет Здесь Высветляем Блики И Логотип Примерно Так Ну И Вырабатываем Теперь Тени Здесь Здесь Примерно Так Ну Что Что Должно У нас Получиться На Данном Этапе Если Тени И Блики Вам Кажутся Слишком Сильными То Можете Понизить Прозрачность Этих Слоев Давайте Где Нибудь 85 Оставим И Того И Другого Слоя Вот Так Вот Я Думаю И Перейдем Уже Далее Теперь Все Слои Которые У нас С вами Относятся К модели Можно Объединить В отдельную Группу Так Как У нас Данных Слоев Очень Много Выбираем Их Все Зажатые Клавиши Shift И Нажимаем Комбинацию Ctrl G На Клавиатуре И Как Видите Вот У нас Наша Модель В этой Группе Чтобы Сделать Нашу Фотографию Более Реалистичной Можно Добавить Блики За спину Модели Давайте Это Сделаем Новый Пустой Слой Создаем И Выбираем Инструмент Кисть Нажимы Прозрачность Оставим Также Где-нибудь И 20 30 Процентов Увидите Чтобы Кисть Обязательно Была У вас Мягкая И Делаем Несколько Мазочков Вот Здесь На Заднем Плане Чтобы Высветлить Вот Эту Область И Также На Волосах Немножечко Вот Эти Примерно Вот Так Смотрим До И После Как Видите Теперь У нас Создается Иллюзия Что Сзади Модели У нас Есть Сильный Источник Освещения Смотрится Очень Интересно Также Давайте Добавим В нашу Композицию Виньетку Выбираем Корректирующий Слой Кривые Выгибаем Его Таким Вот Образом Вниз Виньетку Мы С вами Делаем Для Того Чтобы Еще Больше Акцентировать Внимание На Модели И Теперь Давайте Возьмем Инструмент Градиент Щелкнем По Шкале И Чтобы Сделать Виньетку С более Резким Переходом Нам С вами Нужно Немножечко Перетащить Вот этот Ползунок Влево Примерно До Значения В 70% Вот Оно У нас Здесь Нажимаем Клавишу ОК И Стиль Для Градиента Возьмем Радиальный Из К краям Нашей Фотографии Заливаем Маску Градиентом От белого К черному Теперь Переходим Уже К тонированию Нашего Снимка Создаем Корректирующий Слой Цветовой Баланс Сначала Перейдем В тени И добавим Немножечко Холодных Оттенков В тени Перетаскиваем Сначала Нижний Ползунок Вправо Примерно До Значения В 15 И Верхний Ползунок Также Перетаскиваем Вправо Где-нибудь До Значения 5 Минус 5 Точнее В средних Тонах Также Можно Немножечко Добавить Холодного Примерно 5% Нижний Ползунок Перетаскиваем Остальное Ничего Не меняем Закрываем Данный Корректирующий Слой Также Можно Сделать Нашу Фотографию Немного Посочнее Для этого Будем Использовать Корректирующий Слой Вибрации Увеличиваем Значение Вибрации Примерно До 40 Я думаю Можно Чуть-чуть Поменьше Где-нибудь 35 И Чуть-чуть Увеличиваем Насыщенность Примерно На 3 Или 4 Процента Таким образом У нас Фотография Становится Более Сочной И яркой Как видите До И после Также Давайте Настроим Глобальное Освещение На нашей Фотографии Сначала Создадем Объединенную Копию Всех Наших Слоев Shift-Ctrl-Alt-E Нажимаем И Переходим В пункт Фильтр Рендеринг Эффекта Освещения Располагаем Центр Освещения По центру Нашей Фотографии Примерно На уровне Живота Модели Я думаю Где-нибудь Так И в настройках Интенсивность Поставьте На 58 Центр Освещенности Примерно 20 Остальные Настройки Можно Не трогать Они у меня Стоят Минус 56 74 И Минус 27 Нажимаем Здесь Клавишу ОК Вот что У нас Получилось Как видите До И после И сейчас Пришло Время Воспользоваться Нашим Третьим Снимочком О котором Я вам вначале Говорил Что вы узнаете Для чего Он нам понадобится Так вот Давайте Его сейчас Скопируем Ctrl A Ctrl C И Вставим Поверх Нашей фотографии Ctrl V Зажатой Клавишей Shift Его Немножечко Уменьшим Примерно Так И Располагаем Как-нибудь Вот здесь Данную Фотографию Мы с вами Будем Использовать Для Создания Интересных Бликов Как видите У нас здесь Довольно много Различных Цветов И Из этой Фотографии Получится Очень интересная Заготовка Для Создания Бликов Но Предварительно Нам с вами Необходимо Ее Немножко Подготовить Для этого Переходим В пункт Фильтр Выбираем Здесь Размытие Размытие В движении Выставляем Выставляем Угол Примерно 25 градусов Чтобы у нас Появились Вот такие Красивые Разноцветные Линии И смещение Ставим Примерно 400 Таким образом У нас Получается Вот такое Сильно Размытое Изображение Нажимаем Клавишу ОК И режим Наложения Для этого Слоя Ставим Экран Как видите У нас С вами Появились Очень Интересные И Разноцветные Блики На нашей Фотографии Таким Образом Вы можете Использовать Абсолютно Любой Снимок Для Создания Вот таких Бликов Для Ваших Работ Но Желательно Конечно Чтобы Фотография Была Довольно Контрастной И на ней Было Много Различных Оттенков Теперь Давайте Добавим К этому Слой Маску И Сотрем Ненужный Эффект С краев Таким Вот образом Заливаем Радиальным Градиентом Масочку Так Берем Инверсию И Заливаем Примерно Вот так Вот Можно Чуть Чуть Посильнее Примерно Так Если Эффект Кажется Слабоватым Можно Данный Слой Продублировать Нажать Ctrl J И Вот так Уже смотрится Получше Как видите Даже Чересчур Можно Ослабить Эффект Понизив Прозрачность Верхнего Слоя Вот таким Образом Эти два Слоя Спрячем В отдельную Группу Нажимаем Ctrl G И Теперь Давайте Проведем Финальный Шаг Это Усиление Резкости На нашем Снимке Опять Создаем Объединенную Копию Наших Слоев Shift Ctrl Alt E Нажимаем И переходим В пункт Фильтр Усиление Резкости Можно выбрать Здесь любой Фильтр Но я люблю Использовать Контурную Резкость Ну примерно Поставим Радиус На 1 Можно даже Чуть Поменьше Все зависит От Вашей Фотографии Точнее От размера Вашей Фотографии И эффект Поставим На 100% Смотрим Что у нас Изменяется Как видите Нажимаем Клавишу Ок Смотрим Отлично Ну что ж Ну вот в принципе И все Наша с вами Работа завершена Мы сегодня С вами разобрали Довольно большое Количество Приемов И техник Я надеюсь Вы их запомнили И сможете Использовать Уже для Своих работ На этом все До свидания И всем спасибо За внимание Качайте Бесплатный Видеокурс Шикарная Ретушь За 5 простых Шагов Жмите на Кнопку Получить Курс